Дети Большого Толка Дети Большого Толка Дети Большого Толка Дети Большого Толка Оказывается, это помогает им сохранять тепло. Когда голуби спят на одной ноге, они сокращают площадь контакта с землей, чтобы уменьшить потерю тепла через ноги. Еще один интересный факт о любителях прыжков. Киты известны своими красивыми и мощными прыжками из воды, которые называются брызганием. Они вылетают из океана на значительную высоту, которая может достигать 15 метров. Вот интересный факт о китах. Они являются самыми большими существами на Земле. Синий кит, например. Его длина может достигать свыше 30 метров, что равно длине трех автобусов. А масса кита синего может составлять до 200 тонн, что примерно равно весу 33 слонов. Бывает ховер для волшебников, а бывает для ученых. Там тоже развивают способности талантливых детей. Есть много предметов, лабораторий, учебных классов. Одаренные школьники обучаются совершенно бесплатно, участвуют в проектах и олимпиадах, путешествуют. Только приглашение сюда вам не пришлет сова. Нужно прийти и сдать экзамены. Сегодня поговорим о том, как благотворительный фонд поддерживает одаренных детей. Нас в гостях Александр Михайлович Редник, исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Машенька. Расскажите, как вы определяете и отбираете детей для вашей программы? Ну, у нас программа состоит в том, что у нас в ряде городов России, по всей России, мы, кроме столичных, кстати говоря, городов, очень небольших, побольше, но обязательно не столичных, а вот простых совсем. Мы создали такие центры. Там оборудовали лаборатории, классы, там вообще оборудование суперское. И приглашаем ребят, начиная с пятого класса, приходить учиться туда. Ну, да, действительно так. Нам не каждый может попасть. Ну, вот представьте себе, Маша, вот ты, например, очень любишь музыку, да? А там у тебя папа или мама сказали, вот ты должна быть умной, отправляйся учить математику или физику, или химию, или будешь инженером. А вот ты пришла, господи, тебе скучно. Ну, вот не твое, тебе вот лучше спеть, станцевать или еще что-то. А тут надо сидеть часами, расчеты проводить, изучать какие-то теории, формулы. И вот наши вступительные экзамены, когда дети приходят, они должны сдать вступительные испытания. Они предназначены вступительные испытания для того, чтобы и мы, и ребятенок, который пришел, они поняли, вот будет ему хорошо здесь, когда он придет обучаться, или не будет хорошо обучаться. Какие достижения и успехи вы можете отметить в работе вашего фонда с одаренными детьми? Расскажите о том, как прошел этот учебный год. Наш фонд 7 лет всего существует. Ну, за это время у нас по всей России создано 10 таких очень мощных центров для ребятишек, где в общей сложности почти уже, наверное, скажу, 6 с лишним тысяч детей обучаются. Ну, им интересно, им здорово. Они успешно делают проекты, даже, извините, патенты за них получают, даже в производство внедряют. Занимают хорошие-таки призовые места на Олимпиадах всероссийских, даже победителями являются. Как вы поддерживаете мотивацию и интерес в процессе обучения? Ну, и мотивация сложная. Ну, действительно, понимаете, у нас тут, смотрите, ребятенок пришел из школы, да, устававшийся. Вот он идет в центре заниматься. И там у него еще чуть ли не каждый день еще 2-3 таких часа уроков занятий. И без интереса, если он сразу не существует, без интереса никто не будет. Вот ходить как на каторку все равно удерет, тем более у нас не школа. Захотел – пришел, захотел – не пришел. Ну, не пришел, значит, не буду заниматься в центре. Ну, а в центре это интересно. И как поддерживаем? Да он сам поддерживается. Понимаешь, когда вот своим любимым делом занимаешься, занимаешься, какие-то успехи начинаются, такое сложное получается, такое вот никто не может, а вот ты можешь. Что-то такого серьезного достигаешь. Вот тогда интересы поддерживаются. Расскажите, пожалуйста, какие планы у фонда на следующий учебный год? Мы как раз в этом году планируем еще постараться больше внести вклад в развитие нашей страны, еще больше постараться помочь детям себя потом во взрослой жизни реализовать. Наверное, так. Спасибо большое вам за ответы. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мне очень было приятно, Машенька, с вами беседовать. У вас прекрасная студия и прекрасный телеканал. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Михайлович Чередник, исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко. И мы говорили о возможностях для одаренных детей. Наука – это спорт. В ней тоже нужны ежедневные тренировки и упражнения. Проводятся олимпиады и международные соревнования. Сегодня мы побываем там, где готовят чемпионы в науке. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко занимается поддержкой и развитием талантливых детей в области естественных и точных наук. В Барнауле этот центр детского научного инженерно-технического творчества носит название «Наследники Ползунова». Сейчас там обучаются больше 400 детей, которые приходят заниматься наукой после уроков в обычной школе. Они могут сделать телефон из стаканчиков, а фотоаппарат – из обычной картонной коробки. Перископ – из пары зеркал и трубки. Ну а если дать 3D-принтер, то способны распечатать и собрать аналог котлов стец. Школьники здесь не просто учат формулы и решают задачи. Наоборот, теории как можно меньше. Главный упор – на практику. Три, четыре! Например, если изучаем физику и проходим свойства звука, то можно создать и подслушивающее устройство. Ведь если звуковые волны можно погасить, то и усилить. Как это сделать? Ребята с пятого класса изучают такие предметы естественно-научного блока, как физика, химия, информатика и программирование. Ну сюда можно инженерный блок, мы так его назовем, плюс техническое творчество. Ну, математика, само собой, разумеется. Здесь дети по-настоящему готовятся стать учеными, проводят эксперименты и исследования, ставят опыты и, главное, работают над проектами – настоящими исследовательскими и инженерными. Сложные практические задачи не только интересны, но и полезны. Например, в этом году изобретатели-восьмиклассники создали настоящий пейджер для дайверов. Устройство, которое может передавать сообщения под водой. С этим изобретением они отправились в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где проходила проектная школа-фонда. Потом защищали проект на всероссийском конкурсе. Савелий, этот год для вас был очень важный. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Вместе с двумя другими ребятами мы в этом году заняли третье место на детском научном конкурсе с нашим проектом «Система подводной связи». Мы делаем что-то по типу пейджера для дайверов, чтобы они могли общаться под водой, скажем, в условиях загрязненной воды или для большего быстродействия. Так, например, когда случилась какая-то экстренная ситуация, скажем, у кого-то не хватает кислорода или кто-то запутался, чтобы можно было быстрее и, скажем, эффективнее обнаружить, кому нужна помощь. Фонд не только проводит проектные школы на базе «Сириуса» в Сочи, но еще и летние олимпиадные школы в Подмосковье. Участники на несколько недель погружаются в насыщенную программу олимпиадной подготовки по химии, физике и математике. За нее отвечают преподаватели ведущих российских вузов и образовательных центров фонда. Для детей участие, включая перелеты проживания, совершенно бесплатны. Это большая поддержка для талантливых школьников и возможность найти друзей и единомышленников, прокачать навыки и доработать, раскрыть свой потенциал. Существует так называемый детский научный конкурс фонда Андрея Мельниченко, сокращенно ДНК. Он проходит у нас ежегодно. Вот будет уже очередной в октябре-ноябре этого года региональный этап. Мы обязательно привлекаем туда всех наших воспитанников, вовлекаем в эту проектную деятельность. Ребенок выступает на этом конкурсе с проектом, который он делает в течение года. Есть продолжающие проекты, которые на протяжении нескольких лет. Воспитанники образовательного центра учатся в разных школах, но независимо от этого все они отлично сдают ЕГЭ. На такие высокие баллы, что это позволяет им поступать на бюджетные места лучших вузов страны. Кстати, не все предпочитают уезжать. Часть молодых ученых остается в АЛТГТУ, потому что именно этот центр стал для них родным. Здесь они видят себя, любят этот город, видят возможности, где можно применить свои знания. В этом году на место выпускников центра открыт прием новых учеников. Ежегодно мы набираем порядка 150 человек. До 20 августа мы сейчас принимаем заявление, которое можно подать в электронной форме, посетив страницу нашего центра. 20 августа закрывается регистрация. Мы делаем массовую рассылку по всем людям, которые подали нам электронные заявления. И приглашаем их на отборочный этап. Отборочный этап у нас двухуровневый. Первый уровень мы должны понять, что из себя представляет ребенок в рамках естественно-научной подготовки. То есть это такая комплексная олимпиада для ребят. Под разный возраст она рассчитана. То есть с 5 по 11 класс, которая показывает знания ребят в области математики, физики, химии, информатики, робототехники. Второй этап – это собеседование, потому что еще не менее важная составляющая процесса успешного обучения в центре, да и вообще везде – это мотивация. Конечно, мотивация ребенка. Главное, чтобы ребенок сам хотел учиться. Мы уже говорили о том, что наука – это спорт. Чтобы был результат, в любом виде спорта нужны стремления к достижению цели и отличные тренеры. Многие родители школьников спрашивают, а есть ли примерные задания для поступления? Да, есть. Все на странице центра. Выложено задание прошлых лет и можно посмотреть, к чему готовятся. Интересные и занимательные задачи, решение которых принесет массу положительных эмоций и впечатлений. Центр наследники Ползунова ждет талантливых школьников, увлеченных естественными и точными науками. Приходите, если чувствуете, что наука – это ваш любимый спорт. На сегодня это все. Наша программа работает над новым выпуском. В нем вы узнаете много интересного о нашей планете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!